Уважаемый Андрей Юрьевич, мы в очередной раз обращаемся к вам, всем нашим уже очень большим районам, потому что уже эта ситуация достигла просто предела. Сегодня с утра у нас начали вырубать деревья, то, о чем мы говорили уже определенное время назад, но тогда это все остановилось, а сегодня это возобновилось, но на огороженной территории. Сегодня буквально инициативный человек от нашего района своей грудью защищал эти деревья. На самом деле проблема очень серьезная. Это единственная зеленая территория, которая хоть как-то ограждает наш несчастный район по загазованности от нашей магистрали, очень оживленной. Я говорила в прошлый раз, у нас есть также и рядом очистные сооружения, которые нам доставляют проблемы, но это одна ситуация, и здесь деревья не очень помогут, но здесь еще и загазованность, которые окончательно нам сейчас откроют эту территорию, и нам деваться будет некуда. Вы понимаете, даже если нам сейчас обустроят территорию здесь, высадят деревья, которые мы должны сколько еще лет прожить, прождать? Еще 50 как минимум? Извините, но я боюсь, даже я уже не доживу. А уж остальные взрослые люди, они точно уже не получат благоприятного климата здесь пребывания. Поэтому обращаемся все с огромнейшей просьбой, помогите разрешить нам эту ситуацию. Дайте, пожалуйста, свое волевое решение, чтобы эта стройка наконец прекратилась раз и навсегда, а не просто на время. Мы рассчитываем на вашу помощь, мы надеемся только на вас. У нас больше некому обратиться. Спасибо вам большое. У нас очень мало деревьев. На той стороне вырубили площадку, ни одного дерева не посадили. Здесь вырубят. Вот сейчас мы с вами здесь разговариваем, а там шум стоит, потому что трасса, вот это, и шум, и копоть, и выклопные газы. Нашим жителям здесь и дышать будет нечем совсем, если еще и эти деревья убрать. Поэтому мы просим вас вмешаться в эту ситуацию и запретить здесь строительство каких-либо сооружений. Тем более, что участок совсем небольшой. И мы не хотим жить в этой загазованной зоне. Вот все. Уважаемый Андрей Юрьевич, мы жители города Щелково. Нас окружает 10 магазинов. Нам магазин не нужен. Это первый магазин. Далее, второе. Там зеленая зона. Деревьев мало. Вы говорили, Андрей Юрьевич, что житель всегда прав. Но мы, оказывается, собрались вот 100 человек, и мы не правы. Потому что нас никто не слушает. Они ни милиции не открывают, ведут себя совершенно нагло. Скоро выборы. Я думаю, что мы будем голосовать за вас. Пожалуйста, помогите нам. Вся надежда только на вас.